Всем привет, дорогие друзья! Смотрите, какое сегодня замечательное солнце! Рассвет, полшестого утра. Потрясающе красивое зрелище. С половины шестого утра мне сегодня не спится. Как увидела я этот рассвет, сижу, загораю, тишина полнейшая, только шум волн. Ванька храпит, ну, в смысле, спит. И уже начинаю подумывать о том, куда бы съездить, посмотреть какой-нибудь парк, где мы в прошлом году, допустим, еще не были, хотя я бы с удовольствием бы еще раз съездила в Айвазовскому. Сегодня у нас будет просто обычный ежедневный влог. У нас утро я сегодня встретила, рассвет вообще шикарный, просто рассвет. Даже так до сих пор и не уснула, то есть встала полшестого и больше не спится. А я в 5 утра, а я в 5.30 сняла. Ну, ты тоже по ушло, да, в 5.30 с Ваней пошел, я могу посмотреть, там лодки плавают. Посмотрел лодки, потом уснул, и, в общем, только только проснул. Еще с началого времени, я удивился. Что Ваня сам проснулся, да, кепку свою, Ваня, надевай. В общем, мы сейчас идем с Ваньком на завтрак и потом купаться, потому что жизнь отдыхающего, она простая до безобразия. Основная задача – это отдых, релакс, плавание, купание. Значит, я достала даже уже свой чехол для камеры, для подводной съемки. Сейчас хочу понырять, попробовать, посмотреть, какие там рыбки у нас плавают. Ну, не знаю, что получится. Кстати, я ее не заряжала, но мне интересно, заряжена или нет. Что, я просто буду. Вот это блогер. Не заряжена. Не заряжена? Заряжена, заряжена. Да, 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 да. Ну, все, окей, пойдем посмотрим, чем нас покормят. Так, наш завтрак с утра. Ну, сейчас основную часть принесут, каша рисовая, так что от каши от меня никуда не девается. Сейчас попробую здесь кашку. Ну, здесь, видите, пока еще как бы не в полную силу все работает, поэтому выбор маленький. И сейчас должны еще Ване яичницу принести. Ну, там сборная солянка, сейчас посмотрим, что принесут. Ну, самое главное, это место. Да, Ваню? Мам, зачем ты, где такой уступок? Ну, уж какой есть, что с тобой сделать. Вот это порция, я понимаю, на завтрак. Слушайте, каша, кстати, обалденно вкусная. И вот такой вот завтрак, очень сытный, можно даже не обедать таким завтраком, да? Ты что будешь первое пробовать? Местные крымские сосиски? Давай. Как ты угадала? Ну, ты ж у нас сосисочная душа. Ну, расскажи свое мнение о местной продукции. Нормальные сосиски? Не хуже Останкинских? Ну, я даже думаю, может быть, здесь и получше. Ну, хотя, не знаю, качество, наверное, везде приблизительно одинаковое. В общем, завтрак, господа, просто бомбический. Объелись, как не знаю кто, да, Ванюк? Нет, я только одну сосиску съела, но и так помнились. Ну, здесь хочу сказать, что, ну, вот есть такие несколько вот этих вот ресторанчиков, кафешек, которые открыты. Остальные пока что еще не работают. Ну, слава богу, хоть это работает. Хотя, в принципе, конечно, яичницу можно и дома пожарить. Ну, ну, если ты можешь позавтракать где-нибудь в кафе, это вообще здорово. В общем, здесь меня спрашивают, что это за место. Значит, смотрите, здесь, это, я так поняла, поселок Учез и Элинги здесь. Элинги, то есть, как бы, сейчас вот объясню вам. Смотрите, видите, вот море, да, то есть первая береговая линия. Вот понтона. А это вот, все идут вот такие вот небольшие трехэтажные, четырехэтажные. Пятиэтажные. Ну, есть пятиэтажные. Ну, в основном три-четыре этажа даже, три. И это не гостиницы, не отели. Ну, есть здесь пара отелей, ну, таких мини-отелей. А в основном, вот, допустим, видите, там комната. Вот, допустим, она сдается там на первом этаже. То есть, ну, вот такие вот комнаты, как в гостевых домах получается. Вот, видите, тоже комнаты. И очень много, вот, видите, продам. Вот, допустим, вот это на втором этаже продается. И это такой маленький рай на земле в том плане, что ты вот прям вышел с любого балкона. Из любого балкона у вас вот такой вот потрясающий вид на море. Можно я скажу? Конечно. Нами повезло, и я забыла очки, а у мамы где-то потерялись очки. Ага, я потерял свои любимые очки, которые никому не нравятся. А я так от них в восторге. Ну, я думала здесь купить, но здесь пока что еще все закрыто. Все закрыто. Единицы вот только что сдает. Вот, вот, видите, допустим, тут тоже чья-то вот территория. Вот он тоже уже пляжик с шезлонгами. Можно спокойненько с этого пляжика купаться. Вот эйлинг продается, видите, эйлинг. Продается эйлинг. То есть можно вот такую вот шикарную купить себе недвижимость здесь, в этом месте. Да, Ванюк? Ты бы хотела здесь недвижимость? Нет. Чтобы ты приехала, это твое. Нет. А? Ну вот скажи, пожалуйста. Ну вот. Летом оно отличается. Вот зимой вещи, вещи. Просто вещи. Ну так на лето сюда приезжать. Зимой-то никто не говорит, что здесь жить. Зимой, а летом отлично. И я хочу сказать, что отдых-то он везде абсолютно разный. И что вот я буквально открыла для себя Крым в этом плане. Потому что до этого я вообще его даже никогда не рассматривала для отдыха. Как-то, ну, Крым и Крым. То есть даже не было никакого желания сюда ехать, съездить, посмотреть. А вот так вот волею случая, побывав с Оксаной в том году здесь, я в него влюбилась. Очень многие плюют и говорят, фу, там Крым. Ну мне реально нравится. Да, здесь там совковый сервис где-то. Но я считаю, что вот эта вот природа, она все искупает. Просто нужно найти место такое для души, которое вам нравится. Здесь вообще уникальная бухта и свой такой микроклимат. Поэтому не знаю, кто может остаться равнодушным. Ну, может быть, кто привык там, не знаю, на Мальдивах, допустим, отдыхать или еще что-то. Но мы люди простые. Мне здесь вообще супер понравится. Здесь все такие вот прям уютные, местечки. Ребятки, смотрите, кто спрашивает координаты. Вот свободные номера. Вот такой вот номер. Сейчас покажу. Сейчас мы зайдем. Так, какой 54-й эллинг это, да? Вот это называется эллинг. Я так понимаю, что эллинг это вот, ну, комната такая, да? Со всеми удобствами. А есть у вас что-то вот с кухней, допустим? Да. Можно посмотреть? Только перед лестницей снимите обувь и зайдите на третий этаж, посмотрите номер. Там открыто, да? Там открыто. А сколько стоимость? Вот у меня всего два номера, а вот эта кухня на два номера. На два номера. А стоит на июль, допустим? Счета тысячи рублей на человека. Тысяча на человека, ага, спасибо. Сейчас вот покажу вам. Тысяча на человек сейчас. На третий этаж мы зайдем. Это кухня, вот она совместная на два номера. То есть два номера. Вот здесь вот такая вот кухонька. Тоже здесь все есть. Столы. Вот он точно такой же вид на море. Сейчас на третий этаж поднимемся. Такая вот винтовая лестница. К сожалению, здесь все такие винтовые лестницы. Вот он, третий этаж. Третий этаж. Вот так вот все здесь выглядит. Может быть, кому-то эта информация. Ну, смотрите, тоже кровать есть. Диванчик есть. Телевизор, холодильник. Сушилка. И море, балкон. Тоже точно так же будете просыпаться. Я просто не хочу вам сейчас показывать наше жилье. Я потом обязательно расскажу, когда мы будем уезжать. Но здесь вот целая улица и все вот эти вот эллинги, они сдаются. Вот здесь рядом ресторан. Сейчас, подожди, Вань. Санта-Барбара. И вот такие вот пляжики. Пляжики. Сейчас вообще людей немного. Вот сейчас я вам поснимаю. Если где-то увижу, что ты хочешь сказать? Что он с 10 лет ресторан тоже компания, который у меня был полояр. Ну, вот, как бы, смотрите, есть трюмо, есть шкаф. Ну, вот, тысячи на человек. Сколько человек воспринимается, столько стоит этот номер. Но подниматься... Так, душ. Душ, туалет. Все чистенько, все аккуратненько, все есть. Но подниматься по вот лестнице. Сейчас покажу. А это без вида куда-либо. Наверное, дешевле номер станет. Пойдем. Вот здесь лестница. Вот мы так с Ваней на четвертый этаж каждый день ходим. Я сейчас забыла тапки. Гревань, сбегай. Нет, не побегу. Ну, я ноги качаю. Вот, смотрите, еще мне дали телефончик. Посмотрите. Эйлинг номер 52. Телефон, с кем связаться. И здесь вот такие вот эйлинги. Их очень много. В общем, где я буду видеть данные координаты, буду останавливаться, кто сдается. Но здесь есть отели. Но отелям пока что еще нельзя принимать гостей. Только с 1 июля. Отели здесь Санта-Барбара, Аркадия. Здесь как бы много. Какой-то домик там. Это мини-отель, допустим. Вот. Открыты пока что вот на вынос какие-то такие кафешки. Кто-то купаться за брусинатами. Кто-то никто этого не сублетает. Купаться за брусинатами. Вот здесь мы вчера овощи, фрукты покупали. Мам, филер? Да, отличного качества. Без басок и обслуживаем. Ну да, но с магазинами здесь, конечно, ну такие мелкие магазинчики. Все, что там нужно купить, все это есть. А мы сейчас с Ваней, мы вчера два пляжа посмотрели. Говорят, тут еще третий есть. Вот хотим дать. У нас вот три тысячи мелочей тут есть. Тысяча мелочей. Ну вот тоже еще закрыто. Тысяча мелочей. Может попозже откроется. Нам не там кое-что по мелочи из хозяйственного нужно. Так, это тоже вот кому-то принадлежит пляж. Здесь, наверное, все, пляжа больше нет. Чей-то? А, может, ну он там спрос какой-то есть. Это вот место называется Парадис или Парадайз, или Парадис. Утес. Смотрите, все вот утес. Тут тоже, видите, свой такой вот пирс, горы. И вот она, собственно говоря, вот эта вот гряда. Сюда никто, чужой, не приходит. Им это не нужно, потому что очень далеко с горы спускаться. Сами ни за что в жизни не подниметесь. А отдыхать, вот если устали от суеты и не нужны никакие развлечения, то здесь самое оно. Парадис мне очень нравится. Здесь тоже место расположения. Тоже такие же четырехэтажные домики. Все, пришли на пляжик. Я специальную обувь сейчас одела, потому что заходить здесь реально нереально. Вот, правда, реально нереально. Потому что очень-очень камни, во-первых, острые, а во-вторых, вон там дальше булыжные прям такие. Поэтому только со специальной обувью желательно. Ну и сейчас возьму подвод, камеру подводную попробую вам поснимать, понырять. Решили с вами сходить на гору здесь все, на вот это вот идут. Кстати, хочу показать море, смотрите, какое оно. Мне говорили, там медузы, море грязное. Смотрите, море какое чистейшее. А вон там, да, это, по-моему, от Санта-Барбара. Да. Нет, он не отель. Там не отель, а еда. Кафе. А вот сюда вот страшно. Пойдем, прыгай. Прыгальщик. Во-первых, здесь очень высоко, и что-то грязно. Папа несет его. Сейчас пойдем в гору. Точно не отель находится? Точно, Вань. Ком-то нам с Ваней напоминает отель последний. Скаймак. Мы там тоже постоянно ходили вот на такую вот... Бань, Бань, сильно далеко туда не лезь высоко. На каменистую гряду ходили. Смотри, сколько там кораллов. Так, смотри, только не ухни туда. Тихо-тихо-тихо, не надо туда лезть. Смотри, сколько там вода. А, ну я же тебе и говорю, что вот я когда сейчас плыла с очками, что там водоросли прям целые кусты, видишь? Есть. А есть вон там совершенно чистые участки. Вот. Видите, здесь. А там наверху вот в горы, в горы, в горы. Чтобы, допустим, вам в город выйти, это наверх, там такой серпантин сильнейший. Поэтому мы, если с Ваней раза два вы съездим куда-нибудь, то это будет отлично. Так, ты не оступишься, ребенок? Давай, тихо-тихо-тихо, туда не надо, вон туда посерединке иди. Аккуратно. Вода, там вода. Вот так вот. Потому что здесь... Ваня, ты представляешь, почему такой камень, ты знаешь? Нет. Потому что вот волны, когда бывают большие, солнце, вода... А они что ли камень разрушат? А зон вывает. А? Они что ли камень разрушат? Ну вот такая, ну скала такая, видимо она потихонечку разрушается. Вот. Это такая, это... Мицца такая крымская. А? А домики-то какие красивые. Смотри, а один красивее другого. Прям отсюда так интересно рассмотреть. А вот там какая-то еще закрытая территория, тоже с галечным пляжем, но туда вообще что-то мы не прошли. Видимо, наверное, через отель как-то можно пройти. Что тебе страшно? Что, пожалуйста? В самолете нам пришли мы сейчас с Ваней в номер. Это моя вода, вода. Тут пить хочется постоянно. Да, потому что очень жарко. И в самолете подарили нам вот такую вот игрушку. Давай, Ванька, покажи, что там за игрушка. Ходилка. Кто любит ходилки? Я люблю ходилки. Накупались? Вдоволь. Прям вот вообще. Не, я вообще-то еще не накупалась. Восторг, восторг. Ну, еще пойдем. Нет, но мы как по времени. У меня Ваня-то белокожий. И сейчас вот в 12 мы домой пришли. Сейчас подождем до 4 часов. Ну, пообедаем, соответственно, сходим. И в 4 часа потом уже, соответственно, новый заплыв будет. Сим-сим, откройся. Ну, а вообще планы такие, что вот сегодня мы еще так, этот день на расслабоне, чисто купаемся. А дальше так, значит, с утра купаемся. А где-нибудь там, допустим, в часика 3-4 уже будем выдвигаться. Ну, может быть, чуть раньше все-таки посмотреть какие-то места. Ну, у меня в планах что посмотреть? Ливадийский дворец, мы в прошлый раз не успели с Оксаной. Никитский ботанический сад, он, кстати, здесь не очень далеко. И что-то там было еще, еще какой-то парк. Ну, в общем, хотелось бы вот погулять именно по паркам. Потому что там... Я не улетела. Мне кажется, Вань, ты чуть ли не улетела. Что-то за одну секунду на пару как-то оказалась. Нет, я эту штуку еле-еле успела. Она чуть-чуть бы и вылетела. С нашим балконом. Дети, дети, господи ты, боже мой. Вот, в общем, вот такие вот у нас планы. А там посмотрим, как это сбудется, не сбудется. Еще сегодня нужно узнать насчет такси. Сколько вообще стоит и сколько ехать по времени. Потому что у меня товарищ вот этого очень сильно укачивает. Если давать ему драмину, тогда смысла ехать нет. Он будет полусонный ходить. Кстати, я ему давала драмину, когда мы сюда ехали, и она не помогла. Поэтому не знаю. Далеко мы точно никуда не поедем. А вот то, что вблизи есть, хочется посмотреть. И я бы хотела бы еще в ласточке на гнездо с ней сделать. Но я не знаю, ласточки на гнездо сработать нет. Тоже можно все это узнавать. Ну что, обед у нас. Обед. Значит, обед мы с Ваней взяли комплексный обед. Принесли нам вот такую порцию суп гороховый. Кстати, очень вкусный. Несмотря на внешний вид, он очень-очень вкусный. Ух ты. И даже еще и порция у нас картошки. Спасибо большое. В общем, такой настоящий полно... Да, котлета куриная твоя любимая. Ваня оживился. Увидел картофель фри и котлет. Самое здоровое питание. Нет, ну на самом деле овощи есть. Суп полезный. А, и даже кетчуп, как Ваня любит. И котлета куриная. В общем, живем. Отлично. Стоимость комплексного обеда 400 рублей. На человек. Еле у Вани силы появились. Побежал только в путь. Вань, смотри, не запнись, а. Говорю, смотри, не запнись. Полетел. Полетел вперед. Мечтает покупаться отсюда. Упрашивает меня. Я даже не знаю, что делать. Но мы на рукавники взяли на всякий случай. Тут где-то рыбок же искали. Где-то тут были. Давай посмотрим. Здесь, видите, вот такие ступенечки есть. Ну, как бы там не сильно. Но для меня вообще кайф вот так вот купаться. Вот. Вот это вот вообще. Вон они, лесенки есть. Подняться можно. Это, знаешь, как, Вань, помнишь, мы с тобой на корабле, когда плавали? И там прям сразу в открытое море с корабля лестница была. Помнишь? Вот. И здесь точно так же подниматься вот по такой же лестнице. Тут кто как делает. Вот этих вот домиков уже очень много. И каждый вот оборудует какой-то свой кусочек. У каждого свой кусочек какой-то есть. И, соответственно, у кого-то лестница получше, у кого-то похуже. У кого-то их вообще нет. Будете, знаете, карабкаться здесь. А вот здесь воды росли. Ага. Та собака. Выловили они там, интересно, рыбу. Они рыбу все тут ловили. Мама, вот тут где-то была медуза. Медуза была. Ну, не знаю. Пока что я вижу вот сейчас, что море такое чистейшее. По сравнению, как мы с Оксаной были, Ваня, все в медузах было. Я, честно говоря, думала, что и сейчас так же будет. Сейчас нет. А там, видишь, смотри, на горе какие-то шарики. На горе какие-то шарики. Что это за шарики, интересно? Там, может, какие-то пункты. А? А зачем мне ее трогать? Пойдем дальше. Вон там посмотрим, где сейчас рыбу-то ловили. Здесь прямо туставриду ловят. Где-то они сейчас сидели-то, нагибались все. Люди, тут люди-то уже все-все проведали. Э-э, ты тихо, не свались-ка. А, вот здесь вот что-то они все искали. Вот сюда, наверное, рыбка заплывает. Мы сегодня видели, как чайка рыбку кушала. И вот здесь тоже. Еще один неплохой отельчик, называется Аркадия. Но я имею в виду по месту расположения он очень хороший. Тоже здесь сразу непосредственно море. И здесь еще и какой-то ресторанчик там внутри тоже. И такая у них площадка, видимо, смотровая, скорее всего. Видишь, Ваня, какая красивая. А вид отсюда открывается. Сейчас потом, может быть, поднимемся. А там, вон какой-то вообще огромный, огромный какой-то отель стоит. Ай, рыбка опять, чайка полетела огромная. Как они здесь на рыбу охотятся. Не бойся. В Ване основной девиз. Мама, я боюсь. Мама, я не трус, но я боюсь. А, вот здесь вот спуск есть как раз-таки к морю. По лесенке, видишь? Мама, ну вот что хотят ее у нас сделать? Ага, ну вот это прям вообще. Можно вот отсюда, кстати, и покупаться взять. Здесь удобно, можно спуститься. Не, мама. Что? Ну, это камни. Подошли просто завтра, и все. А, так здесь лестница рабочая, здесь камни. Мама, давай подошнем завтра. Представляете, чтобы вот в город подняться, автобусы все ходят там наверху. То есть нужно тут в гору идти. А ты в гору, мне кажется, ни за что в жизни в такой не поднимешься. Как мы ехали сюда, это что-то с чем-то было. Таксист был, лихач такой. Так он несся. Я уж молила Бога, чтобы мы доехали, чтобы все было нормально. А по морю, видите, здесь нигде не пройдешь. Вот так вот нет такой полосы, что ты там идешь, идешь и идешь. Но в этом плюс вот этого места. Это очень хорошо, что нет толп. Людей. Вот это прям вообще плюс-плюс. Да, Вань? Я толпу не люблю. Что страшно? Ну, это вот водоросли. Видишь, камни, они вот такими вот водорослями обрастают. Нет, ты слышу эти звуки? Какие? А это куда-то слив идут, такие звуки. Куда-то идет слив. Так. Ну, мам, вот, 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 вот она. Ага. Ну, что, пошли за нарукавниками. А вот что-то не только за нарукавниками, а еще и за этим, и за этим. За кепкой, за нарукавниками. За той штукой, на которой надо, помнишь, задержаться. А ты хочешь ее с собой сейчас взять? Да. Ну, давай. И на ней поплавать не можно. Ну, мам, спросим, видишь, вот здесь подъем. А? Подъем. Я вот лучше по ступенькам поднимусь. Не, не, это плохой подъем. Надо на по камню, да, обязательно подниматься? Ваня решил испытать вот эту доску, которую я ему взяла, поплавать на ней. Сейчас 4 часа, мы все, идем второй раз на пляж. Скажи. Ты знаешь, что? Знаешь, что так бывает, что типа мяч в баскетболе вот так вот его крутят? Да. На пальце. Да. Его один мяч крутили в разных сторонах 2 недели. И, конечно же, на мяче остались следы от того, что просто его крутили на пальце 2 недели. А почему ты сейчас про мяч вспомнил? В чем логика между, сходство между мячом и вот этой доской? Не, я просто вспомнил. Когда ты спала, я смотрела. А, когда я спала, ты смотрела, как мяч крутили? Нет. Нет. Я смотрела, что будет, если видео вы знали. А, понятно. Так, ну ладно. Сейчас прям такая, это, хорошая прям такая атмосфера на улице. Не очень жарко, но может потому, что мы идем в тени, но и в то же время, типа, чтобы не сгореть. Потому что Ваня, дай, Вань. Сегодня, вот смотрите, я его мазала, и уже вот такой вот переход, несмотря на то, что мазала мазюкалка. И сейчас, вот видите, он намазан. А все равно, Вань, ну покажись. Все равно красная, и вот здесь уши у него страдают больше всего. Я уши всегда мажу. Я уши, Ванька, у тебя не удали. В смысле, слишком удались у тебя уши, Вань. Даже у нас у меня сгорело шею. Да. Кальянчик здесь, видите, можно покорить с видом на море. Мама, смотри. Что? Крымские сувениры? Нет. Там такой повар смотрит на что-то. Слушай, ты мне так нравится. Так, знаете, идешь, как будто бы вот это все создано только исключительно для тебя. Давай. Людей мало. Прям вообще лепота, смотрите. Улица вся свободная. А мне наоборот не нравится, когда мало людей. Смотрите, Ване не нравится. Вот мы с ним вот в этом, кстати, немножко отличаемся. Когда мы идем с ним на море, я всегда вот как-то мне хочется уединенно покупаться, чтобы людей много не было, я не люблю. А Ваня всегда тащит меня туда, где людей больше. Ваня у меня, как всегда, в своей стихии. Что он у меня здесь творит, а? У него все для его. Ему так он кайфует от этих камней, да, Вань? Что их тут горы, и можно горы эти... В общем, он их накладывает, накладывает на эту штуковину, а потом он идет топить их в море. Добавилет mailingю любери, в котором вы 누구leurs? Да, в общем, когда люди brassилися только в море. ВONG П Продолжение следует...